Приближаются праздники, но для кого-то это веселье сопровождается злоупотреблением алкоголя. Как напоминание о том, что интересно проводить время можно и без него, существует Всероссийский День Трезвости. Отмечается он уже с 1914 года. Еще 100 лет назад в честь этой даты закрывали винные лавки. Актуальность не теряется и по сей день. Согласно стандартам Всемирной Организации Здравоохранения, границей потребления спиртного, после которого начинается деградация общества, считается потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год. Сейчас же этот показатель выходит далеко за пределы и составляет 18 литров спирта в год. Тему продолжит Альмира Новоселова. 120 лабытнанцев имеют проблемы с алкоголем, официально состоят на учете. По словам врача, ближе к лету количество вызовов скорой помощи возрастает, да и в стационаре свободных мест становится меньше. Люди по собственной воле, а точнее без вольности, губят себя некачественным алкоголем и неумеренным его количеством. Помимо нанесения вреда собственному организму, страдают еще и близкие. В этом году возросло количество пьющих родителей, для которых полная рюмка становится важнее собственных детей. Человек длительно злоупотребляет алкоголем и не прекращает более 3-4 дней. И на фоне, когда ему приходится закончить все-таки употреблять, потому что все-таки не выдерживают органы человека длительную интоксикацию, на фоне того, что ему приходится ограничить себя в алкоголе, у него возникают изменения психики. Человек может совершить противоправное действие не осознанно, а в результате этих галлюцинаторных проявлений, каких-то страхов и так далее. Сказать себе вовремя «стоп» может не каждый, поэтому во избежание опасных ситуаций в определенные праздничные дни законом запрещена продажа алкогольных напитков. Отношения к этому у людей разные. Вообще я не пьющий человек, поэтому могу сказать, когда праздник хочется как-то его отметить, поэтому немного можно и считаю, что в праздничные дни наоборот должны продавать алкоголь. Это же праздник, это один раз посидеть в взрослой компании, без детей, отметить какой-то свой праздник. Зачем нам алкоголь нужен? Я, например, вообще не употребляю и советую всем тоже этого не делать, потому что это вредно для здоровья, как и для всех людей. Безразличный. Ну не будет и хорошо, ну кому надо, тот. Тот всегда найдет. Нет, очень хорошо, что не будет продаваться. Да, здоровый образ жизни, он всегда намного выше по этапу, чем плохие привычки. С одной стороны, для некоторых хорошо, с другой стороны, люди иногда закупаются, много берут сразу, заранее, выпивают больше, чем обычно. Мое мнение негативное, скажем так, потому что тот, кто хочет, он всегда найдет, причем такими путями, которые незаконны. В эти выходные будет организовано много культурных мероприятий, поэтому провести свой досуг интересно может каждый. Альмира Новоселова, Николай Снегир, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».